В Абзаково завершились открытые соревнования среди юных биатлонистов на кубок двукратной олимпийской чемпионки Анны Багалей. Этот турнир собрал 160 человек из 16 регионов страны. В седни чемпионата в Абзаково работала съемочная группа телекомпании ТВИН. Об уральском гостеприимстве и триумфаторах турнира в материале Татьяны Зайцевой. Накал страстей, эмоций, кураж. В детских соревнованиях все по-взрослому. Разве что происходящее принимается чуть ближе к сердцу. Кубок Анны Багалей и Ски-Мир проводятся по образцу Кубка Мира IBU. Участники соревнований юноши и девушки 2000-2007 годов рождения. Программа включает в себя индивидуальную гонку, спринт и смешанную стафету. Соревнования на Кубок Анны Багалей проводятся уже в пятый раз. А горнолыжный центр Магнитогорского металлургического комбината Абзаково принимает их впервые. Подготовка Магнитогорского этапа началась еще в октябре 2016 года. Двукратная чемпионка Олимпийских игр по биатлону Анна Багалей принимала в организации активное участие. Несколько раз приезжала в Абзаково. Кстати, впервые на Башкирской земле она побывала в 2000 году на турнире по биатлону имени Тихонова, где стала победительницей. А олимпийские медали пришли к ней только в 2006 и 2010 годах. Для юных биатлонистов соревнования хорошие стимулы стать еще сильнее, еще выносливее, еще профессиональнее. Было очень тяжело, особенно в горках, но я справилась, я старалась, я считаю, что я смогла это сделать. В субботу после стартов состоялась приятная церемония передачи подарка. Скульптура биатлониста от губернатора Челябинской области к губернатору Новосибирской области. Первый заместитель министра по физической культуре и спорту Челябинской области Олег Пайкович Мухамедзянов передает символический привет от губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского, двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, автору и идейному вдохновителю, организатору проекта детского кубка Анне Ивановне Бакалий. Специально для губернатора Новосибирской области Владимира Филипповича Городецкого, потому что следующий этап у нас пройдет в Новосибирске. Вечером того же дня в развлекательном комплексе Нон Стоп прошло награждение юных спортсменов. Чемпионка в индивидуальной гонке и бронзовый призер в спринте Анна Карпова из Магнитогорска вспоминает, что помогло ей настроиться на победу. Тренер просто говорил, беги, а на стрельбе не думай ни о чем. А родители? Родители всегда подбадривают. Представители городской администрации Магнитогорского металлургического комбинанта выразили надежду, что юным биатлонистам было уютно на Уральской земле. Хоккеисты Магнитогорского металлурга подготовили для спортсменов видеоприветствия. Не осталось без подарка и сама вдохновительница соревнований. Анне Багалий вручили именной свитер хоккейного клуба «Металлург» и символический подарок от металлургов. Закрытие чемпионата прошло в воскресенье после подведения итогов в смешанной эстафете, где в одной команде стартовали самые старшие участники с малокалиберным оружием и спортсмены на две группы младшей, которые стреляли из пневматических винтовок. Мы надеемся, что мы сделали свою работу так, что вы действительно ощутили себя на серьезных соревнованиях международного ранга. Вот с таких вот соревнований и начинается дорога на Олимпийский пьедестал. В этом сезоне кубок Анны Багалий впервые проходит в четыре этапа. После Магнитогорска соревнования состоятся в Новосибирске и Южно-Сахалинске, а финал примет Мурманск. Татьяна Зайцева, Влад Набив, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. Субтитры создавал DimaTorzok